всем доброго дня меня зовут сергей сегодня мы будем делать это пирожковое тесто честно говоря мы это собственной разработки немножко еще доработанные были нужно кисляк это с пол литра мы делаем на короче чуть больше килограмм муки должно выйти так видите меня уже дрожжи тут подошли сразу сюда выливаем люблю такую краску нужно еще два яйца можно в принципе их сразу сюда в колоть чтоб не мучиться кто не уверен и думать что он может с коробкой попасть можно в отдельном гречке это сделать в обмене ташки приступаем конечно еще сорт по их потребуется но мы это не сразу добавим на чуть позже когда я сначала небольшой замес делаю тесто кстати очень хорошее получается теперь можно и соли где-то четверть чайную ложку я примерно кидаю иногда чуть больше иначе это затормозит реакцию бактерий то есть грибка извиняюсь тоже грибок дрожжа если много соли добавить тогда будет молочнокислые бактерии больше работать потому что это больше среда для них подходит надо соли не больше не меньше чтоб те и другие работали перерабатывали муку крахмал короче и сахар так вот я сейчас опару замешал да теперь и осталось только накрыть и убрать теплое место на полчасика отличная опара получилось на немецком кстати это называется фортаек теперь остальное засыпаем сюда все пышно такая он не будет это мы кстати это делаем люди это мои пирожковое тесто но больше до печки годится чем для плиты ну и на плите хорошо себя покажет то есть если жарить будете уже сейчас видно что тесто отлично получилось кстати те кто пользуется кухонным комбайном я могу гарантию даю у вас такое тесто не получится причина включается за другом тут надо чувствовать консистенция какая идет машина этого не может хотя попробуйте мне будет тоже интересно как у вас он выйдет то есть тесто это пирожковая универсальная как и для сладких это пирожков так и для соленого соленой начинки пойдет если хотите для сладкой начинки то просто больше сахара шуранить туда то есть вообще сахар добавьте тесто тут ничего отстанет так видите чуть-чуть чуть-чуть совсем муки не хватает корня капочки хорошенько выместить его надо хорошее тесто очень даже учитывать что его надо еще промежутки еще по раз помешать так что вот это что по краям туда вы можете сразу вымесить можете подождать когда она поднимется потом выместить еще раз это оставлено вам но минимум раза два его вымешивать надо мы еще промежутки с ним как я буду умешать это как по краям все более-менее отстанет вот она пирожковое тесто это идет первый замес тоже хорошенького замешать часа и вот со второго замеса можно уже приступать короче изделием как я вам и говорил практически все что тут по краям сразу не убрал да уже можно сейчас убрать ну отлично попробуй нехороший вот и пальцы на упругость вот когда будем делать второй замес да тогда будет тесто готово ну вот делаем второй замес последний тесто как видите абсолютно воздушно получилось легко отстает что интересно характерно такой запах деревенского чисто теста получился просто отлично получилось теперь она будет два раза быстрее подниматься чем до этого как я ранее говорил смотря что вы сюда еще добавите можно туда или сюда пускать его только сладкое либо соленое тесто перфект просто-напросто получается это был наш канал не но сергей тв и это тесто пирожковое от меня